К нам присоединяется Богдан Долинц, эксперт по вопросам развития авиационного рынка. Богдан, приветствую вас в эфире Freedom. Здравствуйте, Богдан. Здравствуйте. Богдан, ну, мне кажется, что вы достаточно часто стали появляться в наших эфирах. А судя по состоянию российской авиации, вы скоро будете очень частым гостем как в сюжетах, так и как эксперт по российской авиации. Ну, так вот, насколько вот близок этот переход от эпохи российского авиаканнибализма к эпохе, когда летать самолетами аэрофлота уже, ну, на самом деле будет опасно? Да, смотрите, если говорить о приближении такой даты, то мы должны понимать, что все-таки какого-то конкретного дня или часа не будет. Вот, но при этом уровень будет постоянно ухудшаться. В целом, вспоминая это как раз вот ввиду аэрофлота, шутки, которые еще были в 80-х, 90-х годах, как раз после череды авиакатастроф в Советском Союзе, пассажиры, как правило, шутили о том, что ремни безопасности есть только на самолетах, которые летают на заграничных рейсах. На самом деле это то, куда сегодняшний аэрофлот двигается. Вот, в первую очередь, речь, конечно, идет о том, что мы должны понимать, все-таки флот у российских авиакомпаний достаточно молодой, средний возраст его около 11 лет, это в мерках авиации достаточно очень молодой флот. Но при этом те процессы деградации, которые продолжаются уже полтора года с начала введения санкций, они постепенно подтачивают и едят и безопасность полетов, они подтачивают и едят тот флот, который доступен авиаперевозчикам. Если мы говорим конкретно о самой большой российской авиакомпании аэрофлот, то, по крайней мере, под тем документом внутренним, который публиковали в том числе спецслужбы, речь шла о том, что около трети самолетов данного перевозчика, она, в принципе, не задействуется в операционной деятельности, ввиду того, что они не могут их вовремя ремонтировать или ввиду того, что часть самолета уже используется, условно говоря, как запчасти для поддержки оставшегося флота. И здесь речь идет как раз о том, что, например, в начале 2022 года общий парк иностранных самолетов Российской Федерации насчитывал около 900 бортов, то, по факту, на осень этого года речь шла о том, что в авиационном парку оставалось только чуть менее 800 самолетов. И это количество их продолжает уменьшаться. Кроме того, часть этих самолетов на сегодняшний день они или находятся на ремонте, ввиду отсутствия запчастей этот ремонт, который ранее мог занимать там 3-4 дня, он происходит как минимум месяц, потому что запчасти доставать тяжело. Достается, как правило, контрафактное или бывушное запчасти. Вот, после их установки часто происходят сбои и поломки. И этот снова самолет возвращается в ангар для проведения соответствующих видов ремонтов. И, как правило, речь идет о том, что с этих 800 самолетов 200 самолетов постоянно стоят на земле. Поэтому операционный флот Российской Федерации на сегодняшний день составляет 600-650 самолетов. И с каждой неделей он стоит по чуть-чуть меньше и меньше. Если говорить о критическом количестве, то, наверное, все-таки ближе к 2024, а, возможно, даже к концу 2025 года можно будет говорить о том, что тех самолетов, которые есть в Российской Федерации, будет абсолютно недостаточно для покрытия даже минимального внутреннего спроса. Да, кстати, к этому я и хотела привести следующий вопрос, потому что на всю Россию, в принципе, достаточно большую страну, достаточно мало авиабортов, гражданской авиации. В принципе, даже в сравнении с авиакомпаниями в Соединенных Штатах Америки, мы, конечно, понимаем, что Соединенные Штаты Америки занимают достаточно лидирующую позицию. Там более 30% всего мирового рынка по количеству бортов занимают. Но, тем не менее, любопытно, что Россия еще и называла себя такой авиационной державой, хотя мы понимаем, что такого вот прям глобального развития, в принципе, не наблюдалось. И вот к чему приведет тот факт, что бортов будет попросту недостаточно? Ведь мы понимаем, что всячески Кремль будет пытаться эту проблему как-то завуалировать, скрыть и так далее. Это что может быть? Дорогие авиабилеты стать очень? Или закрытие, возможно, каких-то аэропортов? Каким шагам это может привести внутри самой России? Да, ну, в первую очередь мы видим, что произошло за эти полтора года. Количество международных рейсов, на которых летали российские авиакомпании, оно сократилось к 5%. Ранее это было соотношение 30 к 70, 30 международных, 70 внутренних. На следующий день 95% рейсов российские авиакомпании выполняют только внутренние рейсы и 5% международные. Тот спрос, который есть на полеты за границу, как правило, на следующий день перекладывается на те компании, которые продолжают летать в Российскую Федературу. Как правило, речь идет об Азии, Ближнем Востоке и другим странам, которые помогают россиянам на следующий день попадать в Европу и в другие точки мира. С другой стороны, если говорить, как это отразится на самих российских авиакомпаниях, в первую очередь будут закрываться те направления, которые ранее были на грани рентабельности. Это, как правило, речь идет о небольших аэропортах. Это не будет очень заметно, потому что если ранее, условно говоря, было на какое-то направление 20 рейсов в неделю, постепенно они будут снимать по несколько рейсов и придут к тому, что их станет 10 в неделю, а потом, возможно, даже 7 в неделю. Те направления, которые были единичные рейсы, но при этом они были отдаленные, и экономическая целесообразность их упадет, то, скорее всего-таки, рейсы в целом будут закрыты. С другой стороны, мы должны понимать, что уменьшение количества бортов, провозных мощностей влияет на то, что конкуренция за это место, за его покупку возрастает, это непосредственно ложится в стоимость билета. Кроме того, в стоимость билета также будет ложиться и необходимые дополнительные средства на обход санкций, потому что, условно говоря, получить даже бывшую запчасть на сегодняшний день российским компаниям, они за нее платят практически как за новую. Те же отмены рейсов, снятие бортов, это все тоже будет непосредственно перекладываться на пассажира, не только с точки зрения безопасности полетов, что есть риск, как правило, вместе с самолетом навсегда приземлиться, в том числе стоимость такого перевозки будет возрастать. С другой стороны, если мы посмотрим даже на те российские авиакомпании, авиалайнеры, которые они якобы производят, то основная часть как раз производится с использованием западных комплектующих. И если мы посмотрим в целом на то, что есть на сегодняшний день, то большая часть пассажиров, это две трети всех, которые есть в России, на других рейсах, они переводятся теми же западными бортами. И если мы говорим, условно говоря, о проекте «Сухой Суперджет-100» или тот же «МС-21», то меньшая часть пассажиров этими якобы российскими лайнерами переводится. — Богдан, ну вот давайте, ну может быть даже в цифрах поговорим о том, насколько вот российская авиация зависит от этих иностранных комплектующих. Ну вот, например, украинские «Аны», которые уже зависели от украинских запчастей, тут вопрос как бы закрыт. Но вот насколько Россия может обходиться собственными силами? Или, возможно, за границей поможет? Я, правда, вижу здесь только Китай. Насколько Китай может помочь в этом вопросе? Ну, именно вот касаемо комплектующих для самолетов. — Да, смотри, если говорить относительно комплектующих для самолетов, то мы видим, что, в принципе, Китай в том числе не спешит помогать Российской Федерации обходить санкции, потому что они в том числе понимают, что есть риск попасть в так называемые вторичные санкции за помощь Российской Федерации. Поэтому все-таки те или иные компании и разные страны, они хоть и являются частью этих цепочек поставок в Россию, но в целом нельзя сказать, что эти действия системные, вот, или как минимум они максимально скрываются. И при вскрытии тех или иных каналов поставок все-таки их количество уменьшается. Вот, поэтому доставать эти запчасти сложно. Кроме того, если мы говорим о поддержке, например, существующих бортов, это Airbus и Boeing, то их намного легче россиянам поддерживать, потому что выушных запчастей очень много на рынке. С другой стороны, если мы говорим об, условно, российских проектах, таких как Сухой Суперджет 100, то, в принципе, западные запчасти к ним купить практически невозможно, потому что каждый завод понимает, что, продавая эту запчасть, она пойдет не на какой-то Airbus или Boeing, она пойдет конкретно на российский самолет Сухой Суперджет, который использует только Российская Федерация. Поэтому, как раз вот, из более ста самолетов, которые на сегодняшний день произведены, мы видим, что более половины, они на сегодняшний день практически не используются или используются в очень ограниченном формате. Вот. Кроме того, если говорить об этих самих самолетах, то критическая их составляющая – это авиационный двигатель, который производился совместно с французскими корпорациями. И, в целом, ресурс этих двигателей, он заканчивается. Россияне сами не способны, в принципе, производить критические элементы к этому двигателю, хотя какие-то запчасти они все-таки научились делать. Но этого недостаточно для того, чтобы полностью этот двигатель можно было эксплуатировать без участия Франции. С другой стороны, мы понимаем, что у Китая тоже есть определенные свои разработки. Но мы должны понимать, что большинство этих разработок – это все-таки полученные в свое время от Советского Союза, от Российской Федерации определенные наработки, которые в дальнейшем получили свое развитие и разработку. Но в целом это те двигатели и те технологии, которые построены на все еще наследии Советского Союза. И те немногие наработки, которые Китай сам сумел построить, то они, как правило, не спешат ими делиться ни с кем, в том числе с Российской Федерацией. Давай. А знаете, я хочу немного отойти от технологий. Я надеюсь, время нам позволит, и Валерий еще вернется все-таки с уточняющим вопросом именно к теме технологий. Мне интересно другие изменения, которые появились в российской гражданской авиации, которые, казалось бы, не зависят от санкций. Это медосмотры для пилотов. Насколько я знаю, был отменен медосмотр для пилотов по достижению какого-то возраста, там в 50 или в 50 плюс лет, я точно не помню, был обязательный медицинский осмотр. И по возвращению из отпуска. На этом решили, ну, едва ли сэкономить. Вероятно, здесь есть такой вот дефицит самих пилотов. И таким образом даже решили отменить эту норму для того, чтобы, собственно, меньше было поводов, возможно, кого-то отлучить от работы. Потому что попросту заменить неким – это единственная причина. Ну, смотрите, во всем мире, на самом деле, есть дефицит пилотов. И Российская Федерация в этом не исключение. В целом, кроме того, мы должны понимать, что пилоты – это так называемый высокомобильный персонал, который владеет иностранными языками, который, в принципе, имеет допуск на современные западные самолеты, там, аэрбазы, Боинги, в принципе, может найти себе очень быстро и высокооплачиваемую работу в любой стране мира, которая эти самолеты использует. Вот, поэтому, в принципе, борьба за этот персонал, она все-таки точится, в том числе и Китай, требует очень много пилотов. С одной стороны, с другой стороны, мы должны понимать, что, в принципе, пилоты, они понимают, что они в мире востребованы, что будущего в Российской Федерации для них нет. Или, как минимум, всегда существует риск, так как большинство пилотов, особенно в Российской Федерации, это бывшие военные летчики, что всегда существует риск, что буквально, там, тебя могут снять с рейса, быстро отправить в учебку, и там, через какое-то время ты будешь мишенью для украинских систем противовоздушной обороны. Поэтому мы видим, что те, кто помоложе, кто все-таки знает языки, они ищут работу за границами Российской Федерации, и это, в том числе, усилит дефицит этих пилотов. И снижение так называемых требований с точки зрения медицинского осмотра, с точки зрения требований по здоровью и других факторов, это один из элементов для того, чтобы сохранить хотя бы какое-то количество летчиков, для того, чтобы не показывать всему миру, что не только с металлами есть проблема, а есть проблемы в том числе с человеческими капиталами и в том числе с квалифицированными пилотами. — Богдан, да, я вернусь к технологиям, но вот интересна история с этим совместным, уже в прошлом совместном проекте самолетостроительным с Китаями, который назывался, изначально должен ему называться «Си-Ар», и там какие-то цифры, сейчас он просто, то есть «Чайна-Россия», да, и сейчас он просто «Си» называется, и какие-то цифры. Почему китайцы отказались от России, то есть от услуг России? То есть она их не удовлетворяет, как вот страна, производящая авиатехнологии, или какие-то другие причины не делиться прибылью, или что там произошло с этим проектом? — Да, ну, смотрите, здесь надо понимать, что ключевая задача кооперации в производстве самолетов, это, как правило, первое, если у тебя нет какой-то технологии, ты можешь найти другую страну, у которой это есть технология, и пробовать производить этот самолет совместно. Если та страна, которая может выступать партнером, у нее такой технологии нет, то в целом вам тогда и нет никакого интереса совместно производить и делить эту прибыль на два государства. С другой стороны, если мы говорим конкретно о Китае, то Китай, как правило, заходит в те проекты, где он видит, что потом эти совместные продукты будут продаваться на той территории, с которой они его производили. И если говорить, например, об этом проекте, то для него есть конкурент, условно говоря, российский сухой Суперджет-100, есть конкурент МС-21, и поэтому Китай, конечно, не видит большого интереса развивать проект в Российской Федерации, которая сама пытается строить свой собственный самолет. И понятно, что для китайского проекта государственных дней их никто вделять не будет. А если мы говорим конкретно о частных авиакомпаниях на территории Российской Федерации, то мы должны понимать, что все-таки даже те компании большие, которые сейчас, они, как правило, очень сильно зависит от государства или им контролируются. Богдан, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру и помогли несколько детальнее раскрыть эту тему. Богдан Долинцы, эксперт по вопросам развития авиационного рынка, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.